ТАКЕР КАРЛОСОН ЛЖЁТ Как жизнь, ребята, с вами Бенни. Важное напоминание о том, что журналистика священна. Наша первая поправка называется первой не просто так. Только дипломированные репортеры корпоративных СМИ, а также люди самого высокого уровня, могут брать интервью мировых лидеров, особенно во время войны. И поэтому, дамы и господа, я представляю вам единственного человека, имеющего право брать интервью у Воландеморта Зеленского, святую покровительницу Киева. Грета Тунберг. Грета Тунберг — человек, который задает трудные вопросы. Очень важно принять гуманное решение по этому вопросу, состоящий из очень конкретных шагов. Разговор. Вау. Как красноречиво. Как красиво. Давайте просто послушаем это еще раз. Что верховный лидер хочет сказать нашему интервьюеру? Выглядящему как суровый мужик в костюме лесоруба. Попробуйте. Гуманное решение по этому вопросу, состоящее из очень конкретных шагов. Как глубокомысленно. Спасибо. Спасибо, Грета. За твою жертву. За журналистику и за информацию. Итак, дамы и господа, если вы сотрудник корпоративных СМИ, вы можете брать интервью у кого захотите. Но если у вас гораздо большая аудитория, чем у всех корпоративных СМИ вместе взятых, и вы хотите взять интервью у мирового лидера или просто важного человека, Вот как будет выглядеть реакция нашей корпоративной прессы. Они потеряют свое обычное любящее состояние ума, и именно так они ведут себя с Такером Карлсоном. Дамы и господа, на канале CNN работает особенная ведущая по имени Эрин Барнетт, которая решила клокотать, плакать и рыдать, разрывая на себе одежду в прямом эфире. Говоря о Такере Карлсоне, который осмелился поехать и взять интервью у Владимира Путина. CNN сошел с ума. Сошел с ума. Эрин Барнетт изо всех сил скрежетала зубами, говоря, что Такер Карлсон некомпетентен для этого, и что он не будет задавать трудные вопросы. Но, дамы и господа, интернет вечен, и у него очень долгая память. И мы помним, как Эрин Барнетт взяла интервью у Воландеморта Зеленского и задала ему несколько реально сложных вопросов. Настоящая журналистика — это умение сдерживать рыдание в присутствии Зеленского и умолять его рассказать, какую музыку он любит. Многие люди смотрят на вас как на человека. Они полагаются на вас. Трудно представить, насколько это тяжело. Уделяете ли вы время себе? Есть ли у вас минута для чтения, музыки или еще чего-то, чтобы побыть наедине с собой? Она почти плачет. Посмотрите! Она почти плачет! Она едва сдерживает рыдание. Для чтения, музыки или еще чего-то, чтобы побыть наедине с собой. У меня бывают такие моменты. Важно побыть в тишине, побыть одному. Один. Чем я занимаюсь? В одиночестве я могу быть с музыкой или с книгой. Рано утром, когда нет никаких звуков. Никакой воздушной тревоги. Нет людей, никого. Я имею в виду людей. Какой же он коротышка. И почему этот парень всегда носит что-то вроде трейников, восточно-европейский спортивный костюм? Посмотрите на него в обтягивающей футболке. Потому что он актер. Он играет свою роль. Посмотрите, он буквально актер по профессии. Посмотрите в Википедии, там написано «Зеленский актер». Наш персонал. Я имею в виду, в моем лагере никого нет. И он точно заслуживает Оскара. Размышляю. Размышляй. Музыка действительно помогает. Какая музыка вам нравится? О, мне нравится ACDC и украинская музыка. Конечно, мне очень нравится украинская музыка, потому что украинский мой родной язык. Я понимаю не только музыку, я понимаю слова и так далее. ACDC я не понимаю все слова. Вам нравится музыка? Мне нравится энергия ACDC. Мне нравится Эрик Клэптон и много других. Guns N' Roses. Возможно, слишком старая музыка для... Я понимаю, мы одинаковые. Одинаковые. Мне очень нравится. Мы одинаковые. Мы одинаковые. Да посмотрите на них. О, мой бог! Вот что сказал Илон Маск относительно интервью, которое дал Зеленский. По правде говоря, им сложно разговаривать и одновременно делать минет. Кто эти американские журналисты, берущие минимально враждебное интервью у Зеленского, спросил Гленн Гринвальд? Илон Маск ответил. Сложно разговаривать. И одновременно делать минет. О, разве это не прекрасно? Нет, нет. Важно иногда в 6-7 часов утра немного потренироваться. Физкультура. Да, физкультура или сделать что-нибудь под музыку. Под музыку, которая дает энергию на весь день. О, ладно. Да, спасибо. О, спасибо, СНН. Спасибо, СНН. Вы арбитры журналистики. Арбитры свободной прессы. Берете такое громкое интервью. Самое важное интервью. Возможно, в истории человечества. Какую музыку слушает неряшливый, коррумпированный, скандальный диктатор, диктатор Украины. Человек, запретивший христианскую церковь на Украине. Понятно. Дамы и господа, постарайтесь не смеяться. Ведущий СНН со слезами на глазах, сдерживая рыдания после того, как Такер подтвердил интервью с Путиным. Это произвело эффект бомбы. Это очень весело. Вам нужно это заценить. Посмотрите, как она сдерживает рыдания. Ее голос здесь буквально срывается. Да, мои господа. Это нельзя сыграть. Они плачут, потому что не могут взять интервью у Путина и спросить его, какая ваша любимая музыка. Ти-и-и-и. Смотрите. Мы здесь, чтобы взять интервью президента России Владимира Путина. Такер Карлсон лжет с улиц России, ни больше, ни меньше. Ни один западный журналист не побеспокоился взять интервью президента второй страны, вовлеченной в этот конфликт, Владимира Путина. Это ложь. Серьезные новостные агентства, в том числе CNN, снова и снова просили Путина дать интервью. Большинство американцев даже не знают, почему Путин вторгся на Украину и чего он хочет теперь. Они даже голоса его не слышали. Очередная ложь. Серьезные новостные агентства, в том числе CNN, освещали и, конечно же, цитировали слова Путина с самого начала этой войны, включая одно из его необоснованных оправданий — вторжение на Украину, цель которого, как он первоначально утверждал, — борьба с нацизмом. Во-первых, потому что это наша работа. Мы журналисты. Такер Карлосон не журналист. Даже близко. И его бывший работодатель в судебном деле фактически согласился. Цитата. «Общий фон-шоу должен сообщить зрителю, что Карлосон не констатирует реальные факты по темам, которые он обсуждает, а вместо этого занимается преувеличениями и небуквальными комментариями». И за все два года, пока идет эта перекраивающая мир война, американцы не получали информацию. У них нет никакого представления о том, что здесь происходит. Ни здесь в России, ни там, на Украине. В течение двух лет настоящие журналисты каждый день рисковали своей жизнью, чтобы вести репортажи с места в России и на Украине, включая двух американских журналистов, которые сейчас безосновательно задержаны. Дамы и господа, вот как на самом деле выглядит журналистика на CNN. Это унижение. Речь никогда не шла о Такере Карлсоне или CNN, Fox News, Владимире Путине. Дело совсем не в них. Это вопрос контроля. Они теряют аудиторию, они теряют влияние на нашу культуру и страну. И теперь они паникуют, потому что такие парни, как Такер Карлсон, набирают больше просмотров, свободно размещая видео на X, чем они за весь год. Интервью Такера Карлсона с Хавьером Милеем или Дональдом Трампом набирают сотни миллионов просмотров. Можно утверждать, что интервью Такера Карлсона с президентом Аргентины – самое популярное интервью в истории человечества. 500 миллионов просмотров. Наберет ли интервью с Путиным миллиард? Возможно. Давайте предоставим слово самому Такеру Карлсону. Например, с самого начала войны на Украине американские СМИ разговаривали с множеством украинцев и взяли множество интервью у президента Украины Зеленского. Мы и сами отправили Зеленскому запрос на интервью, и мы надеемся, что он согласится. Но все эти интервью в США абсолютно не похожи на обычное интервью. Они похожи на подбадривание фанатами своего любимчика Зеленского, чтобы тот мог требовать от США все больше денег и все большего ввязывания в эту восточноевропейскую войну. Это не журналистика. Это госпропаганда. Причем самая отвратительная пропаганда – та, из-за которой гибнут люди. И в то же самое время, как наши политические СМИ заняты всем этим, продвижением иностранного президента, как будто он новый товарный бренд. Ни один западный журналист не побеспокоился взять интервью президента второй страны, вовлеченной в этот конфликт – Владимира Путина. Большинство американцев даже не знают, почему Путин вторгся на Украину и чего он хочет теперь. Они даже голоса его не слышали, и это неправильно. У американцев есть право знать все о войне, в которую они ввязались. А у нас есть право им об этом рассказать, так как мы тоже американцы. Свобода слова – наше прирожденное право. Мы рождены с правом говорить то, во что мы верим. И это право не может быть отобрано, независимо от того, кто в Белом доме. Но они все равно пытаются. Около трех лет назад администрация Байдена незаконно шпионила за нашей перепиской, а потом слила ее своим прислужникам в новостных СМИ. Они сделали это для того, чтобы предотвратить наше запланированное интервью с Путиным. Мы считаем, что и в прошлом месяце они опять проделали то же самое. Но в этот раз мы все равно прилетели в Москву. Мы здесь не потому, что мы любим Владимира Путина. Мы здесь потому, что мы любим Соединенные Штаты. И мы хотим оставаться богатыми и свободными. Мы сами оплатили нашу поездку. Мы не брали денег ни от государств, ни от организаций. Мы также не будем делать просмотр этого интервью платным. Оно будет в свободном доступе. Любой сможет посмотреть это интервью полностью и не отредактированным на нашем сайте takercarlson.com. Илон Маск, к своей чести, пообещал не блокировать и не затирать это интервью, которое мы также разместим на его платформе X. И мы благодарны ему за это. А вот западные правительства, наоборот, будут изо всех сил цензурировать это интервью на других, не столь принципиальных платформах, ибо иначе они не могут. Они боятся информации, которую они не могут контролировать. Но вам не надо бояться этой информации. Мы не говорим вам соглашаться с тем, что Путин, возможно, скажет в этом интервью. Но мы призываем вас посмотреть его. Чем больше вы знаете, тем лучше. А затем, как не раб, а свободный гражданин, вы сможете сделать свои выводы. Спасибо. О, а что если бы кто-то взял враждебное интервью с Зеленским? Что если кто-нибудь спросит его о домах и роскошных яхтах, которые он покупает на военные деньги? Друг Путина обвиняет Зеленского в использовании посредников для покупки роскошных домов и двух яхт в Дубае оценочной стоимостью в 91 миллион долларов. Этот человек, этот человек по имени Виктор Медельничук, говорит, вместо того, чтобы помочь украинским пенсионерам, о которых Зеленский так плачет на Западе, он выводит честно заработанные на украинском конфликте деньги в офшорные компании, не заморачиваясь об инвестировании денег в собственную экономику, оборону и государственность. О, да. Проверка факта. Купил ли Зеленский яхту за 48 миллионов долларов? Они не уверены. Тот факт, что они не уверены, довольно опасен. О, да, детка. Зеленского обвинили в покупке яхт на деньги западных помощников. О, я с нетерпением жду, когда Эрин Барнетт спросит об этом Зеленского сразу после того, как закончит свой романтический массаж. Я думаю, это самый вежливый способ описать то, что она делала здесь, на камеру с Зеленским. Как бы это описал Илон Маск, Илон Маск сказал бы, ну, знаете, тяжело говорить, когда делаешь кому-то минет. По правде говоря, им сложно говорить и одновременно делать минет. О, детка. О, да. В точку, дамы и господа. Напоминание о том, что такое свободная пресса. Цель свободной прессы – освещение того, что влиятельные люди не хотят вам показывать. Это то, что мы продолжим делать здесь. Да благословит Бог Такера Карлсона, да благословит Бог правду. Истина сделает вас свободными. С вами был Бенни. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»